В прошлом году к дисциплинарной ответственности привлечены 667 госслужащих за различные правонарушения. По словам специалистов, большая часть нарушений совершается вследствие незнания нормативно-правовых актов. В целях повышения правовой грамотности государственных служащих в области реализуется проект единого правового обучения. Первое онлайн-обучение прошло со специалистами областного департамента госдоходов. Тема занятий – всеобщее декларирование. Госслужащие были подробно ознакомлены с правилами проведения важнейшей для государства компании заполнения декларации об активах и обязательствах, а также способах приема декларации в электронном виде через кабинет налогоплательщика, через портал электронного правительства, а также мобильные приложения ЕСАЛАХ АЗАМАТ и ЕГОФ МОБАЙЛ. В ходе онлайн-семинара участники получили возможность задать свои интересующие вопросы. В рамках 42-го шага плана нации с 2021 года началось поэтапное всеобщее декларирование. На первом этапе в текущем году декларацию будут сдавать должностные лица, приравненные к ним лица их супруги. Внедрение всеобщей декларации нацелено на следующие стратегические цели – снижение уровня теневой экономики, получение объективных данных, какие возможности есть у государства, каково благосостояние населения для анализа и дальнейшего развития. Основная цель проекта – проведение специалистами разных сфер разъяснительной работы с максимальным охватом государственных служащих по интересующим их вопросам. До конца года будет проводиться эта работа, в том числе по госзакупкам, порядку рассмотрения жалоб и обращения и так далее.